приветствую с вами сергей будков психотерапевт сейчас мы ответим на один вопрос один очень интересный вопрос почему так трудно объективно оценивать себя почему так трудно адекватно смотреть на себя и все таки если это нужно что для этого можно сделать давайте ответим на первую часть вопроса дело в том что в нашем восприятии есть некое слепое пятно мы очень хорошо можем объяснять все что угодно наш мозг так устроен что больше адвокат играет роль адвоката чем ученого поэтому вот у нас есть какая-то картина мира сложившееся представление о том как это должно быть какие мы в этом мире и все остальное наш мозг начинает очень хитро мы даже сами этого не осознаем подгонять под это готовое объяснение для того чтобы выйти за рамки этого объяснения нам нужно предпринять какие-то мысленные усилия для того чтобы в чем-то усомниться за включать ученого для большинства людей это очень сложно и поэтому многие люди мы можем замечать это в отношениях люди говорят например нет это она все это все она это все она да а я на ты чё нет я нормально уже или допустим человеку говорят десять раз о том что ну ты уже там меняешь двадцатое место работы наверное что то с тобой не так как человек говорит нет это все вокруг дураки там начальники сволочек там все такие гады в этой организации и в той и в той и в той вообще нормальной работы нет конечно же вот для нас со стороны это означает то что у человека есть какие-то проблемы в адекватном восприятии реальности человек раз за разом воспроизводит какой-то неправильный неуспешный шаблон но сам человек внутри себя выставил такую картину такое объяснение которое позволяет обвинить кого угодно найти какие угодно причины и прежде всего найти причины для того чтобы оставить все так как есть основной это все в порядке это вот они такие это не я вот это вот слепое пятно восприятие она мешает вот это вот мысленная инерция нам мешает смотреть объектив вот для того чтобы научиться воспринимать себя адекватно что можно сделать первое вот как можно знаю объективно другое слово я подберу отстраненно посмотреть на эту ситуацию если повторяющиеся ситуации повторяющиеся шаблоны допустим в отношениях на работе там может быть замечание по внешности делу так говорят что ну что вот ты опять да нет ты дура нет у тебя чувства вкуса нет если сразу в раз что-то повторяется это вот такой сигнал звонок о том что стоит задуматься второе представить себе что вы смотрите на человека на другого человека что это вы не себя оцениваете вы оцениваете другого человека но похожего на вас как будто бы это вот какой-то совсем другой гражданин или гражданка вот он так живет близкого возраста такого же пола и почему-то с ней или с ним вот это происходит а мы смотрим со стороны и думаем интересно почему же только после того как мы сами вот со стороны начнем замечать что что-то не так тогда у нас приходит третий шаг да что нам очень важно получить еще какую-то объективную информацию от других людей потому что даже когда мы пытаемся отстраниться все равно вот это вот слепое пятно вот эти наши мысленные искажения влияет на это восприятие и здесь да требуется какой-то не требуется не то слово полезно занять вот такую позицию ученого исследователя с любопытством с открытостью задать вопрос другим людям особенно специалистам если допустим какая-то проблемная область скажи да что не так и что можно сделать вот набраться смирения открыть уши открыть глаза пошире действительно вот на это посмотреть и услышать вот наверное так и к сожалению некоторые люди настолько застревают своем восприятии что им требуется какое-то очень серьезное событие ну что допустим факт человека разбил на рабочем месте только тогда люди начинают задуматься но это бывает для многих людей поздно поэтому лучше пораньше вот так